Всем доброго времени суток. Недавно я на стриме попробовал поиграть в игру Silent Bomber. Про неё я узнал случайно, на стриме у Амкова. Ранее про неё даже не слышал. Она меня в целом заинтересовала и я отложил знакомство на попозже. Что же мы тут имеем? А имеем мы эдакую гремучую смесь контры с бомберменом. Итак, неопределённо далёкое будущее. Вы играете с солдатом-подрывником, выполняя различные миссии. Как правило, взрывоопасные. Забавно, как персонажа пытались придать индивидуальности в начальной катсцене, когда показывали его первое задание и его последующий нервный срыв на этой почве. Как же он от этого отошёл? Став просто безэмоциональной машиной смерти, взрывающей всё на своём пути. И только именно этим способом решающей все проблемы. Хотели как лучше, получилось как обычно. Но это иногда приводит к довольно забавным диалогам, где на него все кричат, пытаются от него чё-то добиться, а он отвечает с абсолютным покерфейсом. Смотрится это, конечно, забавно. В принципе, игра выглядит и звучит довольно неплохо, особенно для своей платформы. Плюс всё это сопровождается довольно неплохими сюжетными вставочками. Проблемы всплывают в геймплее, причём очень критичные. Вы бегаете взад-назад по локациям с видом сверху и выполняете различные задания, типа взорвить 10 турелей или 15 генераторов, ну и так далее. Выполнив задания, ищите выход и сражаетесь с боссом. Вы можете либо класть бомбы на пол, или приреплять их к врагам с помощью локон-функции, которая имеет весьма ограниченный радиус. И да, бомбы ваши не снаружи. Изначально вы можете ставить только две бомбы за раз, но потом можно будет ставить и больше по ходу прокачки. Также на уровнях будут иногда попадаться ограниченные дополнительные заряды, вроде напалмовых бомб или парализующих бомб. Также иногда можно находить чипы для прокачки. Прокачиваются у вас три вещи. Количество доступных за раз бомб, радиус взрыва и ваша защита. Но чипов вам дают очень мало, поэтому прокачиваться равномерно получится с трудом. Вскоре вам начнут попадаться враги со щитами, на которых бомбу просто так не прилепишь, и их надо взрывать, заманивая на заранее установленные на полу бомбы. Казалось бы, затея это вполне интересная и довольно оригинальная. Но все идет нахер, когда понимаешь, что камера здесь работает против тебя. Когда сражаешься с боссом, то она фиксируется на нем. Здесь все нормально. А вот на уровнях она висит всегда на определенном ракурсе и на определенном удалении. И зачастую вам банально не видно врагов, которые либо стреляют по вам из-за угла, либо резко выскакивают. И из-за этого вы получаете много урона, которого можно было бы избежать, если бы вы видели угрозу. Ну а самое сладкое, у вас всего одна жизнь и никаких чекпоинтов. И здоровье на дороге тоже не валяется. Просрали? И добро пожаловать на начало уровня со всеми вытекающими. К тому же карты на уровень вам не дают, и частенько можно заплутать. Я дошел таким макаром только до пятого уровня. Больше у меня нервов не хватило. Там, кстати, стало еще веселее. Ибо это защитная миссия, где вам надо быстро найти ваших товарищей и оберегать от врагов. И вот в этом моменте игра уже просто решила послать меня на три буквы. И мой прицел отказался фиксировать одного из врагов, летающих над пропастью. То есть я его никак достать не мог. Вот так в целом всегда. Идея отличная и весьма оригинальная. Выглядит игра достойно. Бои с боссами классные, адреналиновые. Но сами уровни реализованы через пень-колоду, и прохождение превращается в натуральную пытку. Значит так, за изобретение ставлю пять, а по предмету неуд.